Робот-манипулятор – это такая механическая рука. То есть у него вот тут можно увидеть такие захваты пальцев таким крабиком. Зачем он нужен, как думаете? Занятие по 3D-моделированию – часть программы университетской смены. Ребятам рассказывают, как на промышленных предприятиях используют роботов и что можно напечатать на 3D-принтере. А это – лаборатория физики и астрономии. Участникам мастер-класса предлагают вспомнить, что они изучали в школе на курсах этих наук. А кроме того, попробовать самим, сделать простейший эксперимент. У каждого из вас должна быть батарейка, магнит. Есть? Ага. Моточки в руке. Ребята узнали, что с помощью подручных материалов можно смастерить, например, электромотор. Такие занятия развивают мышление и вызывают интерес, который в будущем может стать основой выбора профессии, говорят преподаватели. Наша основная задача в этом федеральном проекте – это показать детям, какие есть профессии, какие есть направления, чем они могут заниматься. И здесь были представлены разные формы и методы познания в современной науке на простейших моделях, которые можно изготовить у себя дома на любой курсе. Во всероссийском проекте «Университетская смена» участвует 40 регионов нашей страны. Владимирский госуниверситет принимает детей с ДНР уже второй год. В областной центр приехали подростки от 14 до 17 лет, в том числе из подшефного города Докучаевска. Ребята признаются – собирались на эту смену с удовольствием. Мы изучали на уроках историю, древнерусскую историю мы изучали. Я очень хотела посетить Владимир, потому что мне нравится его архитектура, его история очень интересная. Я жду очень интересной смены, хочу побывать по городу, посмотреть, как город живет, съездить в Суздаль, в Муром. Очень хочу познакомиться с новыми людьми. Некоторые из старшеклассников уже знают, чем хотят заниматься в будущем, поэтому посещают занятия осознанно. Вообще я уже выбрала свою профессию будущую, но все равно интересно посмотреть другие профессии, узнать что-то новое для себя, посмотреть то же самое 3D-моделирование, лазерные технологии, потому что это все интересно, это все нужно. Хотела стать офтальмологом, так как сама ношу очки и хочу развиваться в этом направлении. Участники смены приехали во Владимир со своими педагогами. Они отмечают, для этих детей очень важно сменить обстановку и почувствовать себя в полной безопасности. Обстановка тяжелая, особенно при фронтовых районах, но здесь большинство детей, которые приехали сейчас, ближе к тыловому району. Но, тем не менее, дети должны получить психологическую помощь. Это тоже помогут университетские смены. Проект реализуется при поддержке федеральных министерств науки и просвещения, а также регионального правительства. Всего во Владимир приехали 98 подростков и 7 учителей. Для того, чтобы сделать лето этих детей интереснее, насыщеннее, потому что у них достаточно большая образовательная программа, бесспорно досуговые мероприятия, экскурсии, спорт. Все то, что можно получить в современном университете. Экскурсионная программа смены включает в себя не только знакомство с Владимиром, но и поездки в Суздаль и Муром. Настоящим сюрпризом станет прогулка на пароходе по реке Оке. Татьяна Гордеева и Артем Михайлюта.